И снова город Эгер, Венгрия, находясь около этого собора, решил написать видео о клубничной диете. Достаточно интересная диета, сама по себе ягода клубника, весьма интересна своим химическим составом и своим эффектом, который она может вам дать. Но не все так спокойно в королевстве датском. Вы видите на крыше этого здания по центру три фигуры. Это вера, надежда и любовь. Да, многие верят, многие надеются на то, что получат плюс для своего здоровья от клубничной диеты. Но далеко не всегда это получается. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно подготовиться к клубничной диете, как правильно ее провести, учитывая тот комплекс заболеваний, который у вас уже присутствует. Ну и как правильно выбрать клубнику для проведения клубничной диеты с пользой для вашего здоровья. Чтобы те два архангела, которые стоят по краям, крайние фигуры этого здания, чтобы они были безработными. И вы не только верили и надеялись, но и получили то, что вы хотите от клубничной диеты. Почему же клубничная диета столь популярна? Ну, ответ, на мой взгляд, прост. Как человек выбирает себе диету? По результату. А клубничная диета, в принципе, низкокалорийная. Больше полутора-двух килограмм клубники сложно съесть. А это, дай бог, чтобы удовлетворило четверть потребности вашего организма в калориях. Поэтому результат, безусловно, будет. И чем дольше вы будете находиться на этой диете, тем больше результат по снижению веса. Потому что чаще всего клубничную диету используют именно с этой целью. Но диеты невкусные, они популярны. Клубника вкусная, сочная, ароматная ягода. Ну, если вы знаете, как ее правильно выбрать. Без проблем. Больше того, ягоды доступные. Ну, я вот сегодня покупал клубнику. 28 гривен килограмм. То есть, чуть больше одного евро за килограмм. В принципе, это может позволить себе практически любой. Более того, за спиной у многих весенний витаминоз. У многих, у кого-то весеннее, может быть зимнее или осеннее даже депрессия. Они еще об этом помнят. Клубника помогает легко от этого избавиться. А впереди летний сезон. И хочется выглядеть лучше. Хочется снизить вес. И вот эти все плюсики складываются вместе. И у вас много, да? Доктор интернет советует, да? А вот врач диетолог, кипитотерапевт говорит, что не всем. Не всегда клубника может принести вам пользу. Она-то принесет вам пользу. Если вы не просто решили вот так вот оздоровиться. Да. Ведь ваш организм работает. Какие-то шлаки и токсины в нем вырабатываются. Если вы не знали, как их удалять до этого, то клубничная диета может вам показать, что они такие есть. Потому что активно раздражая слизистую оболочку желудка, клубника усиливает выделение желудочного сока. И вот те самые шлаки и токсины начинают выделяться железами желудка в его просвет. А сама по себе клубника содержит органические кислоты, которые замаскированы сахаром. И клубника ощущается, даже если она сладкая, там кислот много. А если кисло-сладкая больше. А если она кислая, если не дали ей дозреть на участке, то понятно, кислот будет еще больше. Кислоты раздражают желудок со стороны просвета. Плюс косточки. Хороший еще тот абразив. А если еще и клубника выращивалась не для того, чтобы съесть, сорвал и съел сочную ягоду. А для того, чтобы из точки А в точку Б перевести. А расстояние может измеряться сотнями километров, а может быть и тысячами. Вот здесь возникает проблема у тех, кто транспортирует. Она потечет. Поэтому ягоду выращивают не очень сочную, зато богатую клетчаткой. И вот несколько факторов. У каждого свой набор. Но могут напомнить вам, что весна и начало лета это не только сезон клубники. Но и сезон обострения гастрита, гастрододенита, эрозивного гастрододенита, язвенной болезни, желудка, либо двенадцатиперстной кишки. Уже здесь раздражение клубникой будет максимально. Дальше больше. Редко кого встретишь без хронического панкреатита. Панкреатит есть у многих. А вот клубничная диета может напомнить, что он достаточно коварное заболевание. Такое видео тоже есть на моем канале. Посмотрите, чем может закончиться обострение хронического панкреатита. Здесь нужно быть уверенным, что небольшую горсть клубники без проблем поджелудочная может пропустить. Хотя не у всех и это пропускает. А вот клубничную диету поджелудочная может вам напомнить, где рак и зимой. Тем более, что обычно, когда есть хронический панкреатит, есть какая-то патология в гепатобилиарной системе. То есть, есть какие-то проблемы с желудочным пузырем, дискинезия желудочного пузыря, перегибы, перетяжки в теле желудочного пузыря, в протоках, в шейке. И уже нарушается отток желчи. Правда, желчь первых несколько суток на клубничной диете практически не выходит. По той простой причине, что вот те самые кислоты, которые есть в клубнике, они тонизируют сфинтеродии. Он закрывает выход желчи из желчного пузыря практически. И в то время, когда вы наслаждаетесь клубничной диетой, ваша печень страдает от того, что она не может очищать кровь. Потому что некуда сбрасывать желчи. Вы клубникой не даете желчи уходить в кишечник, как это должно быть для дезинфекции пищи. И для освобождения места в желчном пузыре. Для новых порций шлаков и токсинов, которые печень всегда находит в организме, находит в крови. И складывает добросовестно в этот орган. Более того, дискинезия желчного легко может сопровождаться в этих условиях. Появлением песочка в желчном пузыре, потом камней. Появляется желчекаменная болезнь или калькулезный холецистит. И призрак врача-хирурга с его рабочим инструментом. Который предложит убрать эту опасность из вашего организма. Как вы поступите в этом случае, сложно ответить. Но желчекаменная болезнь или калькулезный холецистит показывают многомесячный как минимум или многолетний как максимум застой желчи. И неправильное использование вами желчи. То есть выведение шлаков, канцерогенов из вашего организма. И введение в организм жирорастворимых витаминов А, витамина Е, витамина Д. Жирорастворимых фракций витамина К, витамина П. Ну и собственно витамина Ф. То есть полиненасыщенный жирный кислот. Ну и удаление различных шлаков. Я уже не говорил, что половина микроэлементов переносится желчью. В том числе и небезызвестный кальций. В этом случае возникает очень серьезная проблема. И по большому счету вот именно вот это действие кислот сокращает продолжительность клубничной диеты. Казалось бы вкусно, полезно. Можно на ней находиться долго. Но не больше трех-четырех суток. Вот если начало вас подташнивать. Это признак того, что ваша печень все-таки пытается выполнить свою функцию. Пытается очищать вашу кровь. Но некуда распределить эту желчь в вашем организме. И желчь пошла в желудок. Это повод для того, чтобы клубничную диету прекратить. Больше того. Клубника не только сочная ягода внутри, но достаточно липкая снаружи. От липкой поверхности прилипают и паразиты, и различные бактерии. Если вы плохо подготовите клубнику к диете, вы можете потом лечить дисбактериоз. Удалять паразитов в различных органах и системах. Потому что они паразитируют, увы, не только в кишечнике. Входят через пищеварительную систему, а живут где угодно. Больше того, если клубника, вы не уверены в ее качестве. А как правильно выбрать клубнику, есть на моем канале. И как правильно подготовить. Порция нитратов, ну, может вначале раздразнить вашу печень, если порция клубники была небольшой. Ну, либо вызвать пищевое отравление, отравление нитратами. Это достаточно жесткая система. Поэтому тут нужно сто раз подумать, прежде чем сесть на клубничную диету. И я предлагаю вам способ безопасного использования клубники. Более безопасного, чем, собственно, клубничная диета. Предлагаю объединить две диеты в одну. Тогда можно более безопасно использовать, более продолжительное время. Но и с не меньшим вкусом для вашего здоровья. Я бы советовал вам клубнику использовать не в чистом виде, как клубничная диета. А в связи с кисломолочным продуктом. Йогурт, например, простокваша, кефир. Ни в коем случае не обезжиренный. Все компоненты должны быть хотя бы 2,5% жирности. И в комбинации с клубникой один к одному. Вот такая комбинация даст вам больше пользы. Больше того, клубника практически лишена углеводов. И клубника практически лишена, извиняюсь, жиров. И очень малое количество содержит белков. То есть практически углеводная диета в чистом виде. Это достаточно интересная диета. Но, чтобы она была более безопасной, лучше совместить ее вот с таким вот хотя бы кисломолочным продуктом. Когда лучше использовать? Прекрасно использовать, когда жара наступает. Да. Несколько дней на такой диете? Прекрасно. Если резко потеплела окружающая среда, вы на такой диете получите кучу плюсов. Во-первых, пищеварение все-таки происходит. Но происходит в облегченном варианте. Потому что эти продукты перевариваются легко и просто. Организм ваш не перегревается. И вы несколько дней, когда резкое потепление наступает, 3-4 дня можете посидеть на этой диете. Безусловно, конечно, абсолютное противопоказание к клубничной диете это аллергия. Но самое лучшее показание, это если вы клубничную диету и клубнику, как ягоду сочную и полезную для вашего здоровья, будете встраивать систему под названием здоровый образ жизни. Такие видео есть на моем канале. И вы можете их просмотреть в любое удобное для вас время. Вот такая она непростая ягода клубника и клубничная диета, которая при определенных условиях может серьезно и жестко навредить вашему здоровью. Если она у вас не такая прочная, как эта крепость в городе Эгер, Венгрия, и вы не уверены, что сможете после этого полноценно восстановиться, ну, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, прежде чем попытаться выполнить клубничную диету и порисковать своим здоровьем, подумайте. Ну, пока вы думаете, ставить лайк или не ставить на это видео, подписываться или нет на канал, отправлять его своим друзьям, знакомым, родственникам. Я это видео с привычным подписчиком моего канала Славаин. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Буду заканчивать и подумаю, что еще написать на эту тему для вас. А вы пока постановите. Дима, пошли.